так ну и старт я выставил рабочее давление на пистолете сейчас мы зафиксируем курок и снова всем привет вы на канале и сегодня как я пообещал я сделаю обзор данного это компрессор blue air сегодня вам расскажу немножко по компрессору по выбору компрессоров а также немножко расскажу и вернее не расскажу а покажу то есть мы его проверим на разные параметры то есть сколько мы накачаем полностью включим пистолет и какое время у нас пистолет будет держать рабочее давление на выключенном компрессоре то есть насколько нам хватит также мы в разных режимах короче посмотрим будет интересно советую досмотреть всем это видео до конца но это чуть позже а с утра для заряда бодрого и хорошего настроения как всегда а никогда лучший друг всегда умен и отзывчив кричишь ему из туалета вася у тебя в туалете бумага кончилась а он тебе да я знаю первый этап наших испытаний это будет за сколько же он способен накачать 150 литров до качает он у нас мы отрегулировали на 8 и 2 то есть за сколько он накачает до этого давления естественно я не буду занимать ваше времени мы стартанем и потом вы в правом углу кто любопытный будете видеть в режиме онлайн в ускоренном режиме то есть я не буду выключать ничего и вы сможете понаблюдать за сколько он действительно качать так поехали включил так ну и старт любопытные наблюдают как компрессор качает в этом углу вы видите да давайте немножко поговорим по компрессору что он из себя представляет заявленная скорость 440 по моему литров в минуту но на рядных компрессорах 2 2 поршневых да не забываем что это входящие то есть на выходе у нас получается минус 2324 процента на рядниках и если у вас v-образник то от входа на выходе вычитаем 27 30 процентов бывает до 35 до чем хорош рядник да они качают немножко веселее что здесь еще нового в отличие от других компрессоров а новая здесь это радиатор и нарядниках сейчас уже на новых моделях начали выпускать радиатор идет на выходе да то есть здесь уже у нас снимает тепло с головки и воздух идет не такой горячий как без радиатора также сама трубка идет с радиатором что тоже охлаждает ну и друзья бак бак здоровый теплообмен большой это значит тоже влаги будет меньше ну хотя все равно влагоделитель мы будем ставить что здесь еще интересно итак друзья смотрим 7 минут 8 секунд да ну плюс минус до немало но надо учитывать то что объем здесь все-таки 150 литров да и этот объем нужно докачать до 8 целых двух десятых очков теперь будет не менее интересный опыт а насколько же хватит нам этого давления при покраске пистолетом допустим у нас компрессор накачал остановился и мы начинаем красить сейчас мы выставим вернее прикрепим сюда пистолет для этого мы возьмем давайте дебил без возьмем пистолет hwp я выставил рабочее давление на пистолете сейчас мы зафиксируем курок включаем секундомер включаем пистолет видно и смотрим сколько же будет под рабочим давлением это имитация что мы красим в горизонтальных компрессорах давать недавно у саша смотрел диаметр поршня идет 65 в этом компрессоре диаметр поршня идет 70 то есть получается объем у него больше поэтому он не качает немножко быстрее данный компрессор рассчитан то есть не надо думать что он так долго качает он рассчитан на такой объем то есть он у вас не навернется конечно дураку стеклянный хрен ненадолго до сломает еще и порежется если вы будете соблюдать все параметры то есть не ставьте близко к стенке вентилируемую часть что хочу сказать еще чем удобнее вертикальное положение это тем ну во первых он у вас занимает меньше места во вторых голова у вас намного выше от земли а это уже хорошо для теплообмена и влаги у вас будет меньше так ну мы видим друзья так сейчас выключим то есть мы спустили его до рабочего давления то есть двоечка вот я остановил когда было на двоечке три минуты 53 секунды прошу заметить это без остановки пистолета то есть он полном режиме работал практически 4 минуты а 4 минуты это полный проход по машине допустим первые какие-то слои да даже если пол машины вы делаете полный проход считаю это нормально думаю это будет полезно для вас теперь еще один способ мы проверим способ мне наиболее интересен какой быстрее ли он качает чем расходует пистолет что нам для этого нужно сейчас уже мы в обычном режиме сделаем сейчас я воткну включенный пистолет и мы посмотрим будет ли он нагнетать компрессор то есть будет ли давление увеличивается или будет пистолет быстрее выжирать чем качает компрессор почему мне это интересно потому что если компрессор качает медленнее чем выжирает пистолет к чему это приводит к тому что у нас компрессор не будет отключаться правильно ну в принципе то после каждого прохода мы ему даем отдыхать и он сам на качает до 15 минут мы ему дадим отдохнуть в принципе он уже будет справляться с работой потому что полного накаченного компрессора вам хватит на всю машину но мы все-таки проверим давай такая пистолет сел аккумулятор у нас надеюсь это записалось дальше этом говорю так и повторяем хочу сказать да в эти четыре минуты мы спускали но компрессор мы спустили только до пяти очков то есть еще в компрессоре у нас осталось пять очков ладно втыкаем а вот Дверьте. Держи. ГОВОРОТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ГОВОРОТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ГОВОРОТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Явно видно, что пистолет включен у нас. Рабочее давление и давление в компрессоре растет. Я думаю, этого достаточно. Давление в компрессоре растет, это хороший знак. Это даже если мы будем беспрерывно красить, компрессор обгонит, докачает и остановится. То есть это хорошо. Чем еще хорош такой большой ресивер, это то, что можно свободно где-то что-то попескоструить. Такой запас воздуха, это как бы хорошо для пескоструя. Но это я еще думаю, мы будем на этот вариант испытывать. Также здесь внизу пробочка, она у вас в самой нижней точке и у вас хорошо сливается конденсат. То есть вертикальные первые начали, по-моему, делать в Америке. Не буду я умничек, я этого не знаю. Что еще сказать по компрессору? Ну, шикарная, шикарная вещь. Мне нравится. Скорость устраивает для покраски выше головы. Самое актуальное то, что компрессор идет не на 380 вольт, а на 220. То есть для обычного гаража он вполне пойдет. У нас мы не можем похвастаться нашим напряжением в сети. То есть у нас очень такие просады веселые. Но он работает, он запускается и вполне себя ведет хорошо. Давайте же поговорим, чем ременной отличается от прямого. У ременного обороты за счет ремня примерно, ну, у нас 1100 оборотов в минуту. У прямого это гораздо все быстрее. Да, прямой качает так же практически, бывает даже быстрее, да, но он греется сильно. То есть он хорош для своих каких-то вещей, для бытовых целей. Что-то продуть, накачать колеса, где-то что-то там подуть, да. Но для долгой работы, для покраски он не годится. Потому что при перегреве он уже начнет вам гнать в воду, это первое. Но второе, он тупо может накрыться. То есть я общаюсь с ребятами, кто занимается ремонтами компрессоров и буквально приносят на третий, на четвертый день. Вот ваш компрессор полетел, говно полное, прямое, да. А почему он полетел? Давайте посмотрим, ну, гарантийные или не гарантийные. Берут, а там голова, уже вся краска слезла, он синий. Что вы им делали? Крышу красил на доме. А сколько крыши? 150 квадратов, летом, на солнце. Естественно, там компрессор пришел в негодность. Поэтому я и говорю, надо выбирать оборудование, то, которое нужно вам, да, которое рассчитано на вашу работу. А не то, которое, вроде бы он качает до восьми, да, он качает, возможно, быстрее качает. Но недолго, понимаете? Поэтому нужно выбирать для покраски, для нормальной покраски, нужен хотя бы такой компрессор. Тоже ременной, двухпоршневой, V-образник. Он чуть-чуть медленнее качает, но его хватает, как-никак, на первое время. Но прослужит он немножко меньше, да, смотря как вы его нагружаете. Но он в разы лучше прямого. Ну и давайте, друзья, посмотрим, какой шум создает один и другой компрессор. То есть мы между ними сейчас поставим шумомер. Толик, запусти. Итак. 69,70. Грозетку туда, тут запусти. В принципе-то в этих же пределах, ну, этот компрессор у нас и так тихо работает, но со временем мы его как бы опустим в подвал, подключим и будет нормально все. Скоро красить машину. Как раз мы испытаем, попробуем, как и что. И я думаю, вы это увидите еще не раз. Ну, а на сегодня, наверное, все. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, ну и, конечно же, добра и бабла.